Всем привет! Творческая мастерская Роликс Медиа продолжает проект Смоленская Праздничная, проект, в ходе которого мы отстирываем самые грязные пятна смоленской общественно-политической жизни. Саш, что ты в маске сегодня? Добрый день, уважаемые зрители! Я в маске, поскольку эпидемия гриппа, и это совершенно нормально. Саша, пока мы готовились к передаче, у меня возникла такая мысль, что, наверное, нашу программу уже пора закрывать. Ты думаешь? Дело в том, что у нашей передачи появился очень серьезный конкурент. Этот конкурент называется Смоленская областная дума. Прямые трансляции, которые идут в отличие от нашей программы, которая идет в записи, они идут в прямом эфире раз в месяц. И главным специалистом этой прачечной, специалистом по химической чистке, является наш губернатор Смоленской области Алексей Островский, который отстирывает самые трудно уводимые пятна смоленской политики. И ее, по крайней мере, бомонда в виде депутата Смоленской областной думы. Да, ну что, будем конкурировать. Будем конкурировать. Конечно. Максим, ты, наверное, уже читал ответ на сайте партии «Единая Россия» Смоленской. «Единая Россия». Как охарактеризовали тебя, автора статьи о произошедшем конфликте? Да, меня назвали автором писака и, более того, предложили остановиться, ибо, цитируя, за все придется когда-нибудь держать ответ. Ну, я надеюсь, не на мосту. На коленах мосту второй раз. Мост мы уже проходили. Вообще, у меня складывается такое впечатление, что у регионального отделения «Единой России» либо нет толковых пиарщиков, которые бы готовили им хорошие толковые пресс-релизы, либо у них есть пиарщики, специалисты, консультанты и советники, но они к этим советам не прислушиваются. У меня такое впечатление, что вот эту фигуру речи продиктовал лично Игорь Васильевич Ляхов. А Игорю Васильевичу Ляхову продиктовал его, получается, визави Алексея Владимировича Строцова. А, то есть даже такая почта. У меня складывается такое впечатление, что Игорь Ляхов и его команда, они не самостоятельны. Они сегодня на глазах теряют свою самоидентификацию, как единороссов, как партия власти. И они сливаются с такой серой массой коалиционного правительства. Почему серой массой? Потому что итоги работы правительства Смоленской области все мы видели. Но чтобы не портить настроение смолянам, эти итоги мы сегодня, 30 декабря, в канун праздника, озвучивать воздержали. Саш, еще одно событие. Уходящей недели, буквально с сегодняшнего дня, когда записывалась наша программа, это отставка Илоны Кротовой с должности вице-губернатора, курирующего внутреннюю политику. Как бы ты характеризовал Илону? Насколько она профессиональна с твоей точки зрения? Я считаю, что это третий профессиональный соратник Алексея Островского. А второй это кто? Первый это Михаил Питкевич, который был вице-губернатором. Ну здесь бы я с тобой поспорил, но ты продолжай. Вторым я считаю Николая Алашеева, без которого, ну, многих бы дел здесь Алексей Островский просто бы не смог реализовать. Многих дел. Человеком, который курировал внутреннюю политику, который курировал средства массовой информации и, естественно, выбор, это была Илона Кротова. К сожалению, я констатирую, она уходит, к сожалению, потому что, в принципе, это был профессиональный специалист своего дела. Теперь Алексею Владимировичу Островскому придется заниматься и финансами, и промышленностью, и пиаром с журналистами. Ну я думаю, что касается пиара, эта сфера ему наиболее близка, но что касается тезиса о профессионализме, я, пожалуй, склонен с тобой согласиться в этом вопросе. Потому что, ну, как бы личные отношения, это личные, но, с другой стороны, у меня с ней личных отношений не было. У тебя были? Ты встречался с ней когда-нибудь? Да, я неоднократно встречался, разговаривал, и хочу сказать, что еще раз отдаю должное Илоне Владимировне, как специалисту, это потеря для команды Алексея Островского. Я думаю, что ее надо как-то нам пригласить на нашу профессиональную. Если она будет заинтересована, не побоится, то мы готовы всегда ее видеть в нашей передаче. Саша, ну вот, с твоей точки зрения, так сказать, вот некоторые депутаты Смоленской областной думы жалуются на то, что стоит им только выступить, сразу же включается губернатор и начинает отстирывать грязные пятна. Одному припоминать его бизнес в сфере женично-коммунального хозяйства, другому охотничьи хозяйства. Потом вдруг он ни с того ни с сё заговорил о том, что разговоры с одним из депутатов областной думы записываются в кабинете спикера областной думы. Ну, вот это, честно говоря, стало открытием уходящей недели о том, что лидер смоленских единороссов, он же спикер Смоленской областной думы записал разговор с одним из депутатов. Причем, как пояснил сам пострадавший, условно говоря, Михаил Атрощенков, он не знал о том, что его записывают. И печально не то, что Игорь Ляхов записал, может быть, он что-то и забывает, и потом хотел бы освежить некоторые моменты разговора, а печально то, что он передал эту запись третьим лицам. Ну, кто третий лиц, мы не знаем, как там проходило прослушивание и с какой целью. Может быть, у господина Ляхова есть такая кнопочка на столе, знаешь, как-то чип снизу. Ты знаешь, мне кажется, у господина Ляхова отсутствуют некоторые элементарные человеческие нормы поведения. Я считаю, что в этом я солидарен с другими депутатами областной думы, что записывать человека и потом передавать эту запись третьим лицам, это неприлично. Меня не покидает ощущение, что вот эти все разоблачения им преследуют одну простую задачу, а именно шантажировать депутатов Смоленской областной думы. Я с тобой не соглашусь, думаю, что это был порыв губернатора, он просто не сдержался в какой-то момент, потому что это неосмотрительно ссорится одновременно и с представителем коммунистической партии КПРФ. Которая входит в коалиционную администрацию. Которая входит в коалиционную администрацию. Ну и априори, естественно, с партией «Справедливая Россия». Такими темпами можно поссориться со всеми. Я хочу еще что сказать. Вот этими разоблачениями об аудиозаписях, безусловно, Алексей Островский нанес удар и по имиджу Игоря Ляхова. Имиджевые потери спикера областной думы еще предстоит оценить. Я думаю, что наш сегодняшний гость сможет дать не только правовую оценку действиям Игоря Ляхова и губернатора на прошедшем заседании оба думы, но и продумать, каковы последствия этого скандала. Итак, представляем нашего гостя. Это член фракции КПРФ Смоленской областной думы, депутат Смоленской областной думы Леонид Жучков. Добрый вечер, уважаемые смоляне. Леонид Карпович, давайте вернемся к событиям недавним, к заседанию Смоленской областной думы. Кстати, я немножечко так, пока мы готовились к передаче, изучил ваше прошлое в качестве депутата Смоленской областной думы. В 2014 году у вас была похожая стычка с Алексеем Островским, связана дискуссия была с какими-то приписками в сельском хозяйстве. И тоже там какие-то были реплики в адрес вас о том, что у вас якобы есть какая-то финансовая заинтересованность и так далее. Значит, выступая, я сказал, что в наше сельское хозяйство в плачевном состоянии это действительно так. А если учесть приписки, то вообще получается, мы опустились дальше некуда. На что вот это по припискам фразы Алексею Владимировичу не понравилось. И он заявил на думе следующее, что если вы докажете, что есть приписки, а я никогда не говорю, если не имею документов или достоверно правильных фактов, то я перед вами, присутствуя всех депутатов, извинюсь. А если вы не докажете, то тогда извинитесь передо мной. После этого мне предложили, позвонил Кузнецову Валерию Венедиктовичу, чтобы я показал тебе приписки. Я, естественно, работала Оксана Васильевна Лобода, чтобы с ней выехали, я показал. У меня есть прекрасный длинномерчик, который меряет до 1000 метров, не надо с аршином ходить, и с погрешностью 1 метр. Я пришел к Лободе, значит, говорю, Оксана Васильевна, далеко не надо ездить, у меня было по разным районам материала, где реально приписки и не в процентах, а в разы, подчеркиваю, в разы. Значит, давайте вот определимся завтра, к примеру, я готов с вами, берите карту аппликации земель, значит, длинномер у меня есть, можете свой взять. Едем, я вам покажу приписки не в процентах, а в разы. Ну, на что Оксана Васильевна сказала, я так не могу поехать, мы с ней побеседовали, значит, и она сама понимает и понимала, что приписки в сельском хозяйстве есть, иногда это связано с тем, что... Я перебью. Но вот закон... Поясните, о каких приписках идет речь, что приписали, чтобы мы понимали? Значит, приписки в сельском хозяйстве, это была вспаханная площадь, посеянная. То есть, по статистике, как заявляет администрация, больше вспахали, а вы, проехав по районам, доказывали, что меньше в разы. Конечно, если давали, скажем, были такие хозяйства, они давали, вспахали, углубо говоря, 400 гектаров, то на самом деле 40 было. Понял. Понимаете, и такие вещи. Я говорю, 10 раз у меня были данные о приписках. Это вот первая стычка произошла хронологически, когда? В 2014 году. Это примерно 2014 год. То есть, я так понимаю, что они не отважились с вами поехать? Да, со мной не отважилась Лобода поехать, и на этом все сошло. Никто ни перед кем не извинялся. Ну, Островский, Алексей Владимирович, понимал, что приписки есть, не только были и по молочному животновозу, там, нетили, молочное стадо и так далее, и тому подобное. Поэтому никто от меня не требовал извинений, но и я не стал наставить, чтобы глава администрации, губернатора, извинялся передо мной. Но в зале обл. думы последнее слово осталось, я так понимаю, за губернатором. Он сказал, мы с вами поедем и проверим. Значит, не, губернатор поручил Лободе. А Лобода побоялась я. Вот расскажите нам, простым обывателям, что случилось на последнем заседании областной думы. Ситуация банальная и простая. Значит, изучивший бюджет, изучивший бюджет, я выступал на публичных слушаниях, выступал на прошлой думе в ноябре месяце, и, кроме того, я дал предложение, я, кстати, с собой принес здесь, значит, где взять, повысить доходную часть бюджета, и как надо поступать с расходной частью бюджета. Значит, конкретное, абсолютное предложение. Значит, кроме того, говоря о том, что у нас часть предприятия уже обанкротшены, знаковая примерно, десятая за последние, вот, там, полтора-два года, в настоящее время банкротится предприятие, которое могло бы, значит, реально работать, и не так, а там еще федеральная собственность бомбоубежища, это объект гражданской обороны, и за это власть несет ответственность, и правоохранительные структуры должны не в стране оставаться. Значит, на что Алексей Владимирович Островский сказал неправду, значит, мне, что, мол, я, это было в ноябре, я защищаю мошенника Шитова, якобы Смоленский народный ремонт ООО принадлежит Шитову. Хотя Алексей Владимирович знал, что Шитову это не принадлежит, давным-давно, и предприятие должно работать, по большому счету. Значит, и выступая на этой думе, я отметил, что бюджет дорабатывался, он практически не претерпел существенно никаких изменений, вот, значит, на пиар исполнительной власти, представляете, вот, в 10 раз больше, чем на полдородье Поршу Смоленской области выделено. Ну, что это такое? Сколько это в цифрах примерно получается? Там 22 миллиона на пиар, вот, планируется, а здесь 2 миллиона, чуть больше двух, ну, вот, даже больше, чем 10 раз. Вот такая картинка. Значит, и, естественно, для меня это было оскорбительно, потому что я только всегда защищаю интересы своих избирателей, населения Смоленщины и государственные интересы. А тут меня, что я мошенника Шитова. Я Шитова не знаю, ну, вот, так сказать, с ним никакие дела и отношения не уступал, поэтому, выступивши по бюджету, я сказал прямо Алексею Владимировичу, что для меня его вот это высказание оскорбительно. Не я, а он вступал в деловые отношения с Шитовым Павлом Николаевичем. Он, это губернатор, вступал в деловые отношения. Да, губернатор вступал. И не мне Шитову перечислял там около десятка, примерно, если вы понимаете, 7 миллионов. И где эти вообще миллионы занялись? Уточним, да, для телезрителей, на выборы депутатов Смоленской области в 2013 году. И попросил губернатора больше меня не оскорблять, потому что у нас на областной думе уже пришло привычку, что губернатор начинает комментировать, что запрещено регламентом выступления депутатов. Ляхов сидит, молчит, вот, председатель думы. Вот мне непонятно, как он ведет. Я вот наблюдаю за думами, и одно задание, и второе, и третье, и в других регионах. Такого нигде нет. Вот, значит, то есть Алексей Владимирович привык, что последнее слово всегда за ним, депутат ему ответить не может. А Ляхов сидит, молчит. Вот, мне крайне не нравится, что, значит, вот, он в ноябре на думе, по сути дела, оскорбил всех депутатов. Заявил. Значит, начал рассуждать Алексей Владимирович о государственных деятелях, о государственных деятелях и депутатах. Мол, депутаты это для себя, работают, занимаются, значит, свои личные интересы соблюдают. А государственные деятели, видите ли, интересы государства. Но Островский же сам бывший депутат, да. Я понимаю, что Алексей Владимирович, значит, имел себя, что он государственные деятели. Я, кстати, вот здесь в газетке, в Косноводическом интервью, сказал об этом. А зачастую говорят мне, что негоже мне высшему должностному лицу обращать внимание на выступления некоторых здесь присутствующих, которые под собой, кроме лжи, демагогии, популизма и откровенного бреда, ничего не имеют. У депутата Жучкова совсем не народные, а личные. И чтобы он не говорил после моего выступления, я вам скажу, к сожалению, вынужденно правду. Потому что депутат Жучков не оставил мне иного, чего бы я говорить, как порядочный человек, не хотел. Первое. В настоящее время в арбитражном суде Смоленской области находится дело в развитии плодотворной работы Департамента лесного хозяйства по наведению порядка в вопросах использования лесного фонда и животного мира. И в рамках работы этого департамента, в том числе, затронуто хозяйство, имеющее прямое отношение к депутату Жучкову, которое в случае судебного решения он в ближайшее время потеряет. И второе, чем обусловлена такая позиция депутата Жучкова за народ. Несколько лет депутат Жучков очень хотел, чтобы губернатор повлиял на руководство города Смоленска, и его назначили директором колонны 1308. Чего сделать было по определению невозможно, дабы не уничтожить окончательно это предприятие. Леонид Карпович, ну что касается вот этой конкретно перепалки, по о том, что у вас якобы есть фермерское хозяйство охотничье, которому имеет претензии департамент Смоленской области по лесному хозяйству, что касается того, что вы якобы претендовали на должность директора автоколонны 1308, и слава богу, что ее не развалили. Отвечу полностью подробно на все эти вопросы. Что касается охотничьего хозяйства, то у меня никакого охотничьего хозяйства нет. О чем зашла речь? Значит, ну это надо задать вопрос Алексею Владимировичу. Лично у меня охотничьего хозяйства нет. Есть охотничье хозяйство, где работает мой брат. Значит, это не я. Работает или оно принадлежит вашему? Нет, он работает там. Он работает наемным работником. Вот это и есть. Что касается автоколонны 1308, то когда сменилась администрация, у нас есть в партийной организации городской, действительно, транспортник от Камля. Это Иванов Владимир Александрович. Он же занимал когда-то должность директора автоколонны. Я знаю, кстати, я с ним работал в автоколонне. Очень профессиональный специалист. Не просто профессиональный, а это самый уважаемый среди транспортников в сей области человек, который знает, чем заниматься и как заниматься. А смысл заключается в следующем. Что когда он пришел работать в автоколонну, значит, я тогда работал преподавателем в юридическом институте, международном юридическом, значит, он предложил мне, приходи, потому что я тяжело работать. Он предложил вам прийти автоколонну в работе. Ну, я пришел с заместителем, сел на экономику, и что получилось? Пришли. Около 50 миллионов была кредиторская задолженность в автоколонне. На тот момент, когда вы пришли. Шло полное разворовывание бюджетных средств автоколонны. Значит, налички платили за запчасти. Значит, при такой разрухе, которая была, и транспорт стоял, там примерно единиц 70 было, боеспособность, что называется. Значит, за полтора года мы с Ивановым что сделали? Кредитерскую задолженность уменьшили практически в два раза. Успешно стало предприятие работать. Восстановили подвижной состав. Примерно еще 70 единиц. Значит, запчасти стали по безналичке покупать, а не за наличный расчет, с потом оплатой. Значит, все как положено, экономику выстроили. Значит, было одно условие, чтобы меня не было, Иванов отказался, чтобы я ушел. Значит, и поэтому мы ушли с ним вдвоем. Вот такая ситуация. А когда поставили, автоколонну опять развалили. Если вот возвращаться к последнему заседанию Булдуму, там в каком контексте шла речь об автоколонне Тереноском? Значит, там шел то, что якобы я хотел автоколонну. Второй раз войти в одну и ту же реку. Совершенно верно. Шел разговор о том, что Иванов сам по себе, Владимир Александрович, очень деятельный человек. Он действительно хотел, он всю жизнь в транспорте хотел туда возвратиться. И я вел разговор о том, значит, я и Кузнецова-Валерьевича сказал, и Иванова, Иванова, чтобы он пришел в автоколонну. И он бы ее поднял. Значит, автоколонну однозначно. Я уже не собирался никуда идти. Значит, Алексей Владимирович, вот пользусь всеми этими случаями, он начинает, может быть, не понимая, потому что об этих вещах с ним не разговаривает. То есть он по инерции думал, идет Иванов, и вместе с Ивановым, наверное, идет и Жучков. Не знаю, что он думал. Значит, ну это, во-первых, я вам сказал об экономических результатах, которые были. Это не Эрик Уразов, который опять, он 50 миллионов долга, вот в колонии висит. И это ставленник Островского. Это ставленник Островского и Питкевич. Они сюда его привезли, сначала на ПАМ поставили. За полгода прибыльное предприятие Уразов сделал убыточным. Скажите, пожалуйста, вот вы тет-а-тет с господином Ляховым беседовали у него в кабинете? Бывали такие случаи? Нет, я тет-на-тет с Ляховым не беседовал. Но то, что я услышал на Думе, кстати, это уже второй раз Островский говорит о том, что якобы Ляхов записал от Рожченкова при разговоре с ним и предлагает ему публиковать эту запись. Вообще это исключительно безнравственно. Ну вот это понятно. С аморальной точки зрения тут вопросов нет. Вы, как известный смоленский прокурор, вы в свое время возбуждали уголовные дела принципиальные и против действующего губернатора, и против действующего мэра. Причем тяжеловесов, надо сказать, по меркам даже ЦФО. Скажите, пожалуйста, то есть какова правовая оценка подобного поступка? Во-первых, тайно записать разговор с коллегой, а во-вторых, его передать третьим лицам. Это вот кроме какого-то морального порицания еще как-то квалифицируется. Вы знаете, здесь, я даже комментировать не хочу. С точки зрения правой, я не вижу, что здесь можно было бы возбудить какое-то уголовное дело. Реально. Но полагаю, что если человек так поступает, это не лидер первое, и он не имеет морального права быть председателем Смоленской областной думы. Это очевидно. Тем более, я вам хочу сказать, вот что наблюдаю, значит, я депутат впервые вот в этой думе пятого созыва, значит, наблюдаю следующее, что у нас дума часто превращается в театр одного актера. Вот депутату выступит Игорь Васильевич, когда по существу говорит, лишнего слова не даст сказать. И потом, такие ограничения, что невозможно второй раз выступить, невозможно, когда тебя поливают несправедливо, подшеркну, врут грязью ответить, ты уже выступил. Значит, ну, ни в какие рамки не укладывается. Алексею Владимировичу Островскому представляется... Безлимитный тариф. Безлимитный тариф. Безлимитный тариф. Да, безлимитный тариф. И еще, что интересно в этой ситуации. Значит, даже когда Алексей Владимирович начинает рассуждать, ну, вообще, как государственный человек, государственный деятель может, значит, смотреть, какой пиджак одет депутат. Вот депутат. То есть он не об экономике обсуждает? Да, депутаты плюются. Да, да, да. Значит, из «Справедливой России» Давыдкина. Значит, Давыдкин. Так он, была сессия, наверное, за эту сессию раза три-четыре возвращался к пиджаку Давыдкина. Пиджак... Такое сильное впечатление произвел пиджак Давыдкина. Но смешно. Как будто больше обсуждать нечего, и заниматься. И самое главное, что Ляхов сидит и не прерывает губернатора, когда надо было обсуждать, что в экономике, что делать дальше, куда идти, а не пиджак Давыдкина. Но ведь есть же комиссия по депутатской этике, которая распространяется и на спикеры областной думы. Конечно. Или нет возможности запустить этот механизм? Отвечу на этот счет. Значит, абсолютное большинство у нас в областной думе это «Единая Россия». И они вот так вот вместе с ЛДПР. То есть им нравится сложившаяся ситуация? Да, с ЛДПР. Потому что их большинство и они ничего не пропускают. Не пропускают. Даже уразумительно. А вот, может быть, вы, так сказать, общаетесь с единороссами. Не было такого, чтобы в кулуарных дискуссиях и единороссы, вот, вашу точку зрения, разделяли, что Ляхов не соответствует занимаемой должности? Я вам скажу, не просто, а разделяет. И вот после моего выступления, когда я сказал прямо губернатору, что не надо меня оскорблять, вот, потому что все почему-то сидят и боятся. Боятся что-то сказать губернатору. Она говорит, я удивляюсь, я честно говорю, после этого начинаю больше женщин уважать. Некоторые, у них есть стержень, характер и все прочее. А это вот как вози, как хочешь, и они будут только голову не запускать. Вот, к сожалению, так получается, то, что я вижу. значит, поэтому вот такая картина складывается в Думе у нас. полагаю, что при таких обстоятельствах, что произошло, произошло, просто нормальный совещущий человек на месте нашего спикера написал бы заявление и ушел с должности. Друзья, ну, все-таки не стоит забывать, что у нас сегодня предновогодний выпуск и все-таки не хочется завершать на негативе. Леонид Карпович, ну, вот, как вам прошедший год и, может быть, вы какие-то пожелания и смолянам, и смоленским властям, которые вы представляете, сделаете? Вообще, уважаемые смоляне, я сам по натуре оптимист. И верю все равно, что за зимой обязательно придет весна. Поэтому год, конечно, сложный. И я искренне от души поздравляю вас с Новым годом. Желаю, чтобы пришедший год 2017 был лучше прошедшего года, всем здоровья, крепкого здоровья, чтобы в этих трудных условиях, действительно, экономических условиях вы не теряли оптимизма и счастья, благополучия, удачи ваших семей, чтобы родные и близкие вас только радовали, а посторонние и власть не огорчали. Ну, на этой позитивной ноте мы с Александром прощаемся и надеемся, что Леонид Карпович не последний раз у нас в студии. Приятный собеседник и вас тоже с наступающим Новым годом. Спасибо. И я хочу сказать, что зрители видят, что в Смоленской областной думе есть конструктивные депутаты. Редактор субтитров